Здравствуйте! В эфире канала Россия. Итоговая информационная программа событий о неделе. На этой неделе в Москве глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в церемонии оглашения послания президента России Владимира Путина. Глава государства обозначил четкий контур внешнеполитического курса нашей страны, где интересы и безопасность России и ее граждан являются безусловным приоритетом для руководства страны. Владимир Путин подробно объяснил логику и необходимость решительных действий по защите интересов нашей страны, жителей Донбасса и Новороссии. Российская армия, в том числе и наши земляки, жители Крачева-Черкесии действуют смело и решительно, четко понимая, за что они сражаются. Они защищают право новых российских регионов жить на своей земле, обеспечивают стратегическую безопасность России, отметил Рашид Тимрезов. Президент страны озвучил также множество инициатив по социально-экономическому развитию России в целом и регионов в частности. Поручения Владимира Путина прозвучали практически во всех сферах. Поддержка материнства и детства, образование, здравоохранение, экономика и налоговая сфера, сельское хозяйство и промышленность. В зону проведения специальной военной операции по поручению главы Крачева-Черкесии Рашиды Тимрезова отправились руководители администрации главы правительства Муратозов и заместитель председателя правительства республики Евгений Поляков. Они передали бойцам очередной груз снаряжения и обмундирования. Также обсудили с военнослужащими, какая им необходима дополнительная помощь в обеспечении, как налажена связь с родными и близкими и другими возникающие проблемные вопросы. Наряду с этим на передовую прибыл очередной груз обмундирования, снаряжения и продовольствия из Крачева-Черкесии. Основу груза составили приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры, оптические приборы, вещевое обмундирование, продукты питания. По распоряжению главы республики также направлено два полноприводных автомобиля. Напомним, ранее бойцам из нашей республики также было направлено два автомобиля пикапа. Поинтересовались о них, побеседовали с нашими бойцами, поинтересовались, как у них налажена связь с их родными в Крачево-Черкесии, не поступают ли оттуда к ним какие-то тревожные сигналы, есть ли какие-то проблемы по выплатам. На это все Рашид Борисбич уделяет очень огромное внимание. Привезли очередной груз, в основном это приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры, оптические приборы. Привезли тоже вещевое обмундирование, продукты питания, то, что сегодня нужно на передовой. Груз отправляется регулярно, какая партия, не скажу. Всего отправлено было. Вместе с гуманитарной помощью было отправлено более 120 тонн груза. От имени военнослужащих поблагодарил всех жителей Крачева-Черкесии и лично главу региона за оказываемую помощь и поддержку боец с позывным «Мустанг». Большое спасибо жителям Крачева-Черкесской республики, особенности Рашиду Тимрезову. Мы видим, ценим вашу помощь. Спасибо вам большое. Здесь, в зоне СВО, это ощущается в два раза больше. Даем слово, слово офицеру, что мы вас не подведем, будем служить. Когда народ и армия едины, это всегда во все времена было правильно. Я считаю, вот такая поддержка, она только лишь нас приблизит к победе. Помимо прочего, на передовую в составе груза отправились пять сотен экземпляров спецвыпуска газеты «День республики», приуроченного ко Дню защитника Отечества и посвященного землякам-участникам спецоперации. Солдаты и офицеры также получили более трех тысяч писем от школьников региона с добрыми пожеланиями и словами. Когда-то, отложив учебники и ученические тетради, сельский учитель из аула Алибердуковский Салих Габидович Джамбеков ушел на фронт, чтобы дать своим воспитанникам самый главный урок – урок жизненной стойкости и мужества. А сегодня родная школа, которую возглавил он после войны, удостоилась чести носить его имя. Об учителе в солдатской шинели расскажет Фатима Даурова. Весть о нападении фашистской Германии застала Салиха Габидовича Джамбекова у школьной доски. С самых первых дней сельский учитель оказался в рядах Красной Армии. Пройдя немало фронтовых дорог, он застал победу в Берлине. За решительность, храбрость и отвагу в боях младший лейтенант Джамбеков был награжден орденом Отечественной войны второй степени медалями за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией. И был отмечен четырьмя благодарностями Верховного главнокомандующего Сталина. Все данные, документы и фотографии, нагрудные знаки отличия, касающиеся биографии почетного земляка, были собраны учителем географии Мариной Джамбековой и ее учениками в одну экспозицию, с которой каждый гость мероприятия мог ознакомиться лично. Начиная от свидетельства о рождении, автобиографии, все личные достижения. Даже у нас есть такой очень важный документ, выписка из приказа о назначении директором есть, сохранился штатное расписание школы тогдашнее, сохранилось. Вот очень много интересного и богатого материала. Среди всех собранных документов и бумаг есть и уникальные. Сейчас у меня на руках тетрадь из личного архива Салиха Габидовича. Здесь учительским каллиграфическим почерком собраны имена и фамилии всех односельчан, которые ушли на фронт. Этот список он собрал уже будучи тяжело больным на склоне лет. Говорят, он писал левой рукой. Левой, потому что из-за болезни правая уже не слушалась, но военная выдержка офицера помогала не оставлять любимое дело. Послевоенный учитель, кто же он? Образец подражания, лидер, человек, обладающий самыми высокими жизненными качествами. Таким был и Салих Габидович Джамбеков. Ему приходилось учить детей в тяжелых условиях. Занимались в несколько смен. Не хватало бумаги, топлива. Зимой в классах было так холодно, что замерзали чернила. Занимались в пальто и валенках при свете керосиновой лампы. Но даже в таких условиях он мотивировал детей учиться и помогал обрести веру в себя. Как хотел он, чтобы все дети учились хорошо и выходили в люди. После окончания школы он сам лично устраивал в разные учебные заведения детей. Был рад успехам каждого. На торжественном мероприятии при своем незаслуженном имени участвовали представители администрации и отдела образования района, учителя и земляки Салиха Джамбекова, его родные и близкие. Выступающие отмечали важность знакового события. Став одним из основателей системы образования в районе, Салих Габидович задал высокую планку для последующего поколения учителей. Я считаю, что это достойнейшее мероприятие. В школе присваивается сегодня имя первого директора этой школы Джамбекова Салиха Габидовича. Война, гражданина, человека. Человек, который сделал очень многое. Который проделал очень много положительного, очень много результативного в плане становления этой школы. Это высочайшая ответственность, высочайший план конравственности для всех наших детей и всего педагогического коллектива. Думаю, мы с честью и с гордостью будем прославлять имя этого замечательного и достойного человека своими свершениями и поступками. Салих Джамбеков был верен человеческому и профессиональному долгу. Он воспитал и обучил не одно поколение аульских детей, которые до сих пор добром вспоминают первого учителя. Его профессиональное наследие очень гармонично дополняется личным. Дети, внуки и правнуки не подвели устоев своего родителя. Каждый из них занял достойное место в жизни. А сегодняшний праздник украсил танец Джамбекова Анзора, правнука Салиха Габидовича, который сейчас учится в стенах той самой школы, возрожденной когда-то прадедом. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Внимание! Сезонная распродажа в магазине «Вятские меха». Скидки до 50% на всё. Рассрочка без переплаты. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюсарт». Доваторцев 39А. 43-73-87. Государственная телерадиокомпания «Крачаево-Черкесия» приглашает на работу монтажёра со знанием программы «Аддоп-премьер», телеоператора, а также ассистента режиссёра. Возможно, обучение. Обращаться по номерам код города 8-878-2-2204-75, мобильный 8-928-026-1270 или по адресу Черкеск, улица Красноармейская, 51. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный приём в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. В Роспотребнадзоре Карачаева-Черкесии прошла пресс-конференция на тему вакцинации детей от полиомиелита. Как рассказал Сергей Бескокотов, в нашей республике мероприятие пройдёт в два этапа. С 27 февраля по 5 марта и с 3 апреля по 9 апреля. Среди детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Эффективность прививки высокая, отмечают медики, и дети защищены уже после первой вакцинации. В связи с создавшимися на территории республики предпосылками, связанными, во-первых, с высокой степенью риска завоза против полиовирусов, диких, вакцино-родственных, в результате активной внутренней и внешней миграции населения в республики, как из соседних регионов России, так и стран дальнего и ближнего зарубежья, неблагополучных по полиомиелиту. Во-вторых, с неуклонно снижающимся из года в год, особенно в течение последних 10 лет, уровня коллективного иммунитета к полиомиелиту среди детей, обусловленного необоснованными отказами родителей от проведения вакцинации. Требуется проведение противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения возникновения случаев заболевания полиомиелитом среди детского населения. Потенциал импортозамещения в санитарно-гигиенической и косметической отрасли в России есть. Свидетельство этому компания «Бумфагруп». Это одно из ведущих предприятий республики и единственное в России полного цикла выпуска косметической ватной продукции. Сложно ли удержать позиции лидера? О перспективах и ключевых преимуществах компании расскажет гость программы. Генеральный директор «Бумфагруп» Аслан Шипзухов. С ним встретилась Альбина Ламкова. Аслан Ильмурзович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада встрече. Надеюсь, это взаимно. Взаимно. Компания «Бумфагруп» является одним из лидеров в производстве косметической и гигиенической продукции. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось достичь таких высоких результатов? Производственное предприятие «Бумфагруп» сегодня является одним из ведущих предприятий России в своей отрасли. Это современное, динамично развивающее предприятие, уверенно входящее в тройку лидеров по производству санитарно-гигиенической и косметической продукции. История зарождения компании относится к 2001 году. В период начала деятельности в штате всего было 10 сотрудников. И мы начинали производство с гигиенической бумаги и сервировочных салфеток. Но, постоянно проводя работу по расширению ассортимента производимой продукции, в продуктовом портфеле компании сегодня порядка 180 номинований артикулов в разных ценовых сегментах и под зарегистрированными торговыми марками. Мы выпускаем сегодня такие товары, как косметические ватные диски, палочки, влажные салфетки, бумажные салфетки, платочки, полотенца бумажные, тряпки хозяйственного бытового назначения. В числе первых трех российских производителей начали производство влажных салфеток в 2005 году. На тот период культура потребления была на начальном этапе. Люди еще не знали толком применения этого продукта. Но, как мы видим, сегодня влажные салфетки имеют широкое потребление. Самым масштабным, значимым проектом для компании стало в 2008 году окончание строительства, монтаж оборудования и пуск завода по производству косметических ватных дисков и палочек. Способ изготовления косметических ватных дисков является собственной разработкой нашей компании. И на него получен патент на изобретение. Мы первыми в России и в странах Союза независимых государств начали выпускать диски и палочки. На сегодняшний день в штате компании порядка 400 сотрудников. Это по истечении 22 лет производственной деятельности. Конечно, мы не останавливаемся никогда на достигнутом. Мы всегда предпринимаем шаги для того, чтобы предприятие развивалось, а развитие подразумевает еще увеличение штата, так как без сотрудников невозможно решать более масштабные задачи. Интересно, как удалось достичь столь высоких показателей в производстве товаров? Вы знаете, самый ценный актив у предприятия – это сотрудники. Когда команда единомышленников, не останавливаясь на достигнутых показателях, постоянно совершенствует процесс, тогда мы видим положительную динамику в развитии компании, которая удовлетворяет всех заинтересованных лиц. Что происходит на рынке гигиенической и косметической продукции сейчас и что планируете в недалеком будущем? В нынешнем периоде в условиях санкции против нашей страны у российских предпринимателей появилась дополнительная возможность замещать импортные товары. Мы активно занимаемся в направлении замещения товаров путем увеличения мощностей производственных, покупаем новые линии оборудования для того, чтобы нарастить выпуск и увеличить свою долю рынка в той отрасли, в которой мы работаем. Помимо этого, мы занимаемся разработкой новых проектов для выпуска новых товаров, которые сегодня у нас в портфеле отсутствуют. Что самое сложное в работе руководителя и какие качества нужны для успеха руководителю? На мой взгляд, самое сложное в работе руководителя – это создание команды, которая может решать стратегически важные задачи. От решения этих задач зависит и успех компании, и хозяйственно-финансовый результат. Какие проблемы в вашем секторе бизнеса вы считаете основными? В той отрасли, в которой мы работаем, конечно, есть трудности, сложности. Это правила игры участников конкурентной среды. Но мы всегда находим пути их решения и, исходя из этого, набираем дополнительный опыт для решения уже более сложных задач в будущем. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Хабетский гипсовый завод. Он принял участие в открытии новой производственной линии гипсокартонных листов. Также осмотрел выставку продукции промышленных товаров. Одними из представленных товаров были ваши. Насколько важна была для вас встреча с Денисом Валентиновичем? Что вы можете сказать о ней? Визит вице-премьера и министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича с предпринимателями республики считают знаковым событием. На этой встрече Денис Валентинович обсудил планы развития промышленных предприятий республики. И каждый из руководителей предприятий рассказывал о своих планах по развитию компаний. Также в направлении о возможности замещения импортных товаров. Меры государственной поддержки, которые оказывает Министерство промышленности и торговли, позволяют нам реализовать новые инвестиционные проекты. Наша компания, начиная с 2018 года, получает займы у Фонда развития промышленности и создает новые производства. Преимущество займов заключается в низкой стоимости денег и сроке выдачи данной суммы, которая позволяет нам реализовать новые проекты, более масштабные. Денис Валентинович и глава республики Рашид Бориспевич поддержали бизнес-план нашей компании по производству женской гигиены, которую планируем реализовывать с 2023 года по 2025 год. Мы будем первым производителем на юге России по женской гигиене. Какими достижениями в бизнесе вы особенно гордитесь? Знаете, все достижения в компании выполняются в командной работе. Поэтому я хочу выделить самым важным достижением это создание команды единомышленников, которая способна решать задачи стратегической направленности. За что ваши сотрудники получают премии и бонусы? Насколько ваша система оплаты прозрачна? У нас на предприятии она состоит из окладной части, бонусной, издельной оплаты труда, применима к сотрудникам производства. Окладная часть начисляется за своевременное исполнение своих служебных обязанностей. Бонусная часть определяется по заранее выставленным задачам сотрудникам до начала отчетного периода месяца и по результатам их выполнения уже начисляется бонус. Каждая задача имеет свою стоимость при начислении бонусной части. Например, у сотрудников отдела продаж и отдела маркетинга теперь задачами для оплаты труда является норматив выполнения плана выручки и нормы валовой прибыли. Для производственных сотрудников оплата труда сдельная, то есть в зависимости от количества выпущенной продукции у них зарпадная плата формируется. Каждый выпускаем продукт имеет свою стоимость. Что вы можете сказать о работе с клиентами и есть ли у вас программа лояльности? Как вы добиваетесь того, чтобы вашу продукцию любили? Работая в условиях рыночных отношений, то есть в конкурентной среде, важное значение для развития компании имеет удовлетворенность наших потребителей, которые покупают нашу продукцию. И нам, как производителю, приходится создавать программы лояльности, акционные программы, влияющие на спрос нашего товара. Мы мотивируем всю товаропроводящую структуру, через которых наш товар доходит до конечных потребителей. Товаропроводящая структура – это и есть дистрибьюторы, торговые сети. Для того, чтобы они у нас покупали, естественно, мы предоставляем им акционные программы, влияющие на уход продукции с полок. Мы завоевали доверие покупателей благодаря высокому качеству производимой продукции, а также сервису оказываем нашим покупателям. Аслан Алимурзович, какие правила руководителя вам помогают достигать хороших результатов, успеха? Со своей командой работу ведем по плану на месяц, а то и на квартал, и на год. Благодаря нашему планированию, более грамотному, нам удается исполнять все потребности наших покупателей в нужном им объеме. Для того, чтобы успевать больше выполнять работы, мы с коллегами составляем план работы на неделю, на месяц. И благодаря этому мы максимально эффективно используем все рабочее время для решения общих задач. Основным правилом для руководителя является уметь планировать свой рабочий день, рабочую неделю по приоритетности задач. И в строго оговоренные условия запланированы любым способом решать эти рабочие вопросы. Скажите, пожалуйста, в итоге мы готовы заменить импорт? Наша компания готова к замещению импортных товаров. И с каждым годом доля импортных товаров в той отрасли, в которой мы работаем, с нашим усилием будем уменьшать. Мы будем наращивать свою долю российского рынка, и этим мы уже занимаемся. Планы впечатляют. Пусть ваше производство и дальше процветает, и для своих потребителей производит высокое качество товаров. Спасибо вам за беседу и до новых встреч. Спасибо вам. Завершается масленичная неделя и наступает прощенное воскресенье перед началом Великого поста, который продлится до 16 апреля. О приготовлении блинов, семейных реликвиях и традициях репортаж Светланы Шагановой. Хозяйку дома мы застали за приготовлением блинов. Рецепт стандартный. Молоко, яйца, сахар, соль, сода, мука и масло. И плюс хорошее настроение. Нужно не только рецепт, но чтобы и душа радовалась, когда ты делаешь, и люди попробуют и скажут спасибо. Раньше блины жарили на чугунной сковороде, рассказывает Роза Назировна, но сейчас огромный выбор блинец. В них первый блин не будет комом и будет легко сниматься. Но хозяюшка рекомендует смазывать сковороду кукурузным маслом, это добавит вкуса. Традиция отмечать масленицу идет еще со школы, где Роза Барлакова много лет работала учителем, затем завучем. И как она вспоминает, блинов на масленицу всегда было много, с самой разной начинкой. Накрывали в школе столы и все вместе праздновали вкусный и веселый праздник. И не важно, какой мы национальности и вероисповедания, говорит Роза Назировна. Мы все российский народ, поэтому мое блюдо, твое блюдо, мы все россияне. И мы друг друга поддерживаем и в то же время мы делаем все блюда, даже 15 республик. В маленькой уютной кухне немало старинных вещей, а точнее кухонной утвари. И каждая имеет свою историю и, главное, хранит в себе память. Роза Назировна очень любит необычные предметы интерьера, как и ее мама, которая, бывая на широких просторах Советского Союза, всегда привозила что-то особенное. Мама очень любила такую эксклюзивную посуду, редкую посуду. Вот этот, например, китайский поднос 61-го года. Тут все старое, но все такое, но любимое. Это то, что осталось от мамы. Кухня – это, по-моему, главная комната женщины. И когда что-то радует глаз, хочется что-то делать. У каждой хозяйки на кухне есть вещь, которая особо дорога. И у Розы Барлаковой есть такая. Эту вещь мама привезла с Кемерово. И сделали, по всей видимости, заключенные. И вот как память о них мама привезла. Я, и сын очень любил, и мне оно очень нравится. Видно, добрые руки. Может, человек ошибся в жизни, но делали добрые руки. Мне так кажется. А сколько лет этому топорику, примерно? Ну, где-то это топорик 80-х годов. Никакая современная посуда не заменит ту, как говорится, советскую. Сейчас это уже раритет. Как, к примеру, вот такая резная хлебница или медная чаша для приготовления варенья. Ну и какая же масленица без самовара? К ним у Розы Назировны особое отношение. Есть и самый маленький, а есть и самый старинный медный самовар, который хранится в чулане. Старинный Баташовский самовар 1837 года. Имеет медали. Роза Барлакова и экскурсию провела по дому, и стопку блинов напекла. Блинчики готовы. Приятного аппетита. Ароматные, кружевные, в дырочку, блинчики готовы. Теперь настала ваша очередь испечь символ солнца и весны и угостить родных, друзей и соседей. Мы живем среди русских, русские живут среди нас. Поэтому все праздники надо отмечать вместе. Например, блины любит мой внучок. И я делаю с душой, чтобы угостить родных, близких, внучка, невестку, соседей. Роза Барлакова – глубоко интернациональный человек. Трепетно относится к традициям народов. И неважно, какой человек национальности. Главное – уважение друг к другу, добрососедские отношения. И, конечно, дружба, которой и славится наша многонациональная республика. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На большие экраны вышел отечественный фильм «Праведник» с солидным актерским составом, драматичными, порой трагичными эпизодами, основанными на реальных событиях. Картина режиссера Сергея Урсуляка знакомит с историей подвига офицера Красной Армии Николая Киселева. Репортаж Артур Амхце. Эмоции, переживания, слезы. Фильм «Праведник», показ которого в российских кинотеатрах стартовал в середине прошлой недели, не оставил равнодушными никого из жителей Карачаев-Черкесии, которые предпочли военную тематику ряду других – легких, ярких, порой смешных кинокартин. Мне этот фильм очень близок, и, в общем-то, наверное, где-то он переплекается с фильмом Хабенского «Собибор», когда говорится о побеге из концлагеря, который возглавил Печерский, который также в 93-м году умер и был непризнанный. Это наша история, и мы ее должны знать. Интересная постановка, убедительная игра актеров, прорисовка характеров героев – это лишь малая часть комментариев, которыми делились зрители после очередного сеанса в кинотеатре Чарли. Некоторые из напряженно смотревших за происходящим на экране настолько прониклись атмосферой военного времени, что готовы были любыми средствами помогать персонажам достичь цели – спасти людей. Мне больше всего запомнился Киселев, который спасал людей и ничего в знамен не просил. Больше всего мне понравился тоже персонаж Киселев, потому что он больше всего спасал людей, а для себя он почти ничего не делал и всегда придумывал какие-то хорошие планы, как победить немцев и выиграть эту войну. – Фильм замечательный, было одно удовольствие смотреть. Конечно же, надо рекомендовать всем родным, близким. Немаловажно, что смотрят и дети, и молодое поколение, потому что историю нашей страны и историю Великой Отечественной войны должны знать все мы. Мы гордимся и спасибо большое нашим предкам, благодаря которым мы живем под мирным небом. – Хочется, чтобы и наши дети, и наши внуки росли на таких же фильмах, потому что, ну, к сожалению, сейчас в стране такая ситуация, и надо поддерживать наших всех ребят. А фильмы Урсулюка, они вообще проникают в душу. – Сегодняшние реалии где-то нам говорят о том, что мы должны любить свою родину, и мы должны думать о своем мире, чтобы у нас было, говорит, светлое небо, чистое небо. И взаимоотношения, вот, по крайней мере, в этом фильме показаны и евреи, и русские, и казах, и мусульманин. И все были вместе. Каждый человек может найти в этом фильме что-то свое. Кому-то ближе и моменты, вызывающие улыбку. Такие в «Праведнике» тоже есть. Иные как бы вживаются в образ полюбившегося персонажа и преодолевают возникающие трудности вместе с ним. Кому-то хватит отзывов и пересказов от других. Однако куда лучше видеть фильм своими глазами, чтобы потом делиться впечатлениями от его просмотра. Артур Мыхцы, Олег Молхожев, Вести, Корчаев, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Финал 5-го Всероссийского научно-технического конкурса «Первый шаг». Организаторы конкурса – Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания и Ассоциация производителей отечественного оборудования и программного обеспечения. При поддержке правительства Ставропольского края, филиала БГТРК, ГТРК Ставрополье и Северокавказского федерального университета. К участию приглашаются студенты, аспиранты и магистранты технических специальностей российских вузов, готовые предоставить завершенные проекты в области телевизионных и телекоммуникационных технологий. Формирование кадрового резерва и поиск креативных решений – основные цели, которые ставят перед собой организаторы конкурса. Заявки принимаются до 14 апреля. Все подробности на сайте www.atrp.tv За инновациями будущее. Будущее, которое приходит уже сейчас. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов.